Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете отмечают 30-летие сотрудничества с ГИСИНским университетом. КФУ представляет возможность сдавать экзамены с использованием дистанционных технологий. В IT-парке состоялся Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». В Казани прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В нем приняли участие заместители председателя правительства России Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования России Михаил Катюков, министр просвещения России Ольга Васильева, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, член правительства Татарстана. Участие в заседании комитета принял ректор КФУ Ильшат Гафоров. Также в рамках WorldSkills состоялась пленарная сессия финала 7-го национального чемпионата молодых профессионалов. А теперь на другим новостям. В рамках 30-летнего юбилея сотрудничества Казанского федерального университета и Гисинского университета имени Юстуса Либиха гости посетили планетарий и обсерваторию КФУ. Подробности далее. В Казанском федеральном университете отмечают 30-летие сотрудничества с Гисинским университетом имени Юстуса Либиха. В КФУ пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этому событию. 21 мая гости посетили обсерваторию планетарий Казанского университета, где для них прошла подробная экскурсия. Казанский федеральный университет и Гисинский университет связывают давние отношения. В рамках сотрудничества реализуется множество программ, отмечают кураторы партнерских отношений КФУ и университета Германии. У нас совместные гранты, проекты. У меня, например, совместно с коллегами из Казани проект о языковой политике в России. И мы сравниваем языковую политику в России с другими странами. У нас есть совместная учебная программа на сегодняшний день, которая работает в области менеджмента с университетом Гисина. И часть студентов семестровое обучение проходит в Гисине, а часть немецких студентов у нас, и они имеют двойной диплом. А 23 мая состоится российско-немецкий семинар взаимодействия «От клетки до человека», где примут участие ученые КФУ и Гисинского университета. В эту встречу мы планируем еще разработать одну программу дополнительного образования, которая будет примерно называться «Методы физики и технологий в медицине». Гости смогут ознакомиться с инфраструктурой КФУ, посетить институты и музеи. Визит продлится до 23 мая. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Цифровизация в современном мире шагает ускоренными темпами. Казанский университет внедряет инновацию, позволяющую сдавать вступительные экзамены дистанционно. Все подробности в сюжете Валерия Муратовой. Казанский федеральный университет впервые в этом году предусматривает возможность для абитуриентов, поступающих в КФУ, сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. Не выходя из дома, абитуриент сможет сдавать экзамен в установленные сроки, при соблюдении ряда технических требований. С этой системой мы надеемся все-таки приблизить возможность доступа абитуриентов к поступлению в КФУ, чтобы они не несли организационные и транспортные расходы. Все-таки ребята, допустим, из Средней Азии, приехать сюда – это достаточно серьезная проблема. Но единственное, что хочу отметить, прежде чем они помочат этот доступ, они должны будут с 20 июня, как это поможено по правилам приема, подать документы в КФУ. В первую очередь опция предназначена для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, которым проблемно добираться в Казанский университет. Для них она предоставляется вне зависимости от того, на какую форму обучения они поступают. В целом же операция рассчитана для поступающих исключительно на контрактную форму обучения. Те, которые поступают на бюджет, им все-таки придется приехать сюда. Для тех, кто поступает на контракт, они должны будут при формировании своих личного кабинета в системе ввода студентам при регистрации, при подаче заявлений, в заявлении указать, что они намерены сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. И вот это указание, мы предусмотрели окошечко, они галочку поставят, и это будет достаточно. Мы дальше этим абитуриентам персонально в их личный кабинет предоставим возможность, пришлем могильные пароли для доступа вот в эту систему прокторинга. Веб-камера настроена таким образом, что она фиксирует внешние шумы и появление посторонних лиц в кадре. Экзамен отключается автоматически, если в кадре появляются недозволенные предметы, например, сотовый телефон. Абитуриент, получив право доступа, попадает в систему идентификации личности, то есть ведется тотальное видеонаблюдение, то есть одним из основных условий это использование веб-камеры. Плюс к этому, эта система позволяет не только наблюдать за тем, что делает сам абитуриент, и как он отвечает на те задания, которые ему дистанционно в виде компьютерного тестирования направлены, но и отслеживать, что происходит на экране. Предусмотрена возможность электронной подачи документов через личный кабинет абитуриента. Сдача экзамена происходит в соответствии с утвержденным расписанием, которое вывешено на сайте приемной комиссии уже сегодня. Там же будет размещена подробная фото и видеоинструкция. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 19 и 20 мая на территории Казанского IT-парка прошел республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». Подробнее в следующем сюжете. Наш Татарстан – республиканский форум, направленный на развитие молодежной проектной деятельности в Татарстане. Форум является главной ежегодной площадкой для молодежи, на которой можно представить и защитить свою идею или проект, найти единомышленников для ее реализации, получить общественную и государственную поддержку. Форум реализуется ежегодно при поддержке президента республики Татарстан. Кроме конкурса проектов, программа содержит множество мероприятий, интерактивов и лекций. Одну из таких провел один из авторов YouTube-канала «Громкие рыбы» Тимур Исмаев. Рассказывал он про то, как делать актуальный и популярный видеоконтент в интернете. Мне кажется, все эти форумы – это хороший старт для достойных начинаний. То есть здесь, я надеюсь, что-то выльется во что-то реально действенное. Основной совет – это что-то делать, потому что только что-то делая, можно что-то понять. Может быть, вообще это не твое. Так что что-то надо просто начать делать. Если у тебя есть крутой проект, но ты не успел поучаствовать в форуме в этом году, то ни в коем случае не пропусти его в следующем. 21 мая в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло заседание дискуссионного клуба. Подробнее в следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоял заседание дискуссионного клуба. На этот раз оно прошло в узком круглых экспертов, так как были обсуждены вопросы, касающиеся праздника Дня Победы, а именно того, как он отмечается и со временем меняется. Также эксперты обсудили теорию о том, можем ли мы сегодня считать День Победы праздником или уместнее говорить о нем как о Дне памяти или о Дне поминовения. Потому что тех, кто воевал и работал в тылу в те годы, их уже, к сожалению, к несчастью, нет с нами, время идет. То есть они еще есть, но их очень мало, и поэтому, может быть, уместнее говорить о Дне Девятого мая не как о празднике, а как о Дне памяти. В Елабужском институте КФУ состоялось научно-образовательное мероприятие «Ночь науки», во время которого жители города смогли узнать много интересного о современных способах исследования окружающего мира. О том, как это было, смотри далее. Студенты и преподаватели Елабужского института КФУ встречали гостей прямо на улице перед входом в главное здание, где развернулась выставка грузовых автомобилей во главе с многократным победителем ралли «Дакар». Подробно изучив устройство современных грузовиков, гости проследовали внутри здания Елабужского института, где их ожидали 26 научных площадок. Мы приехали с Нижнекамска, нас пригласили, нам очень понравилось, приехал с ребенком. Очень интересно, очень прям увлекательно, детям очень нравится, мы не пожалели, что приехали в гости к вам. Мне понравилось роботом вот так вот управлять, как-то штучкой делать. Я еще видела огромных карандашей, не длинные какие-то. Широкий выбор научных площадок и мастер-классов сулил гостям института долгие часы увлекательных путешествий из аудитории в аудиторию. Вдоволь наигравшись с роботами, дети и их родители бежали испытать удачу в нейро-армрестлинге, сыграв в квесты группа мотивом татарского фольклора, шли постигать азы сложнейшей профессии археолога. Ночь науки традиционно продолжалась до последнего посетителя и завершилась затемно. Мне очень нравится, что организовали такие интересные секции, очень много чем можно заняться, много показывают, как работает в целом, с чем связан институт, в общем, только положительные впечатления. На каждом этаже ребята подготовились настолько, что вот прям вот пришли сюда, криминалистичную, значит, мы прям погружаемся в это. То есть я в шоке, эмоции прям, ну через край реально. Здорово, ребята, молодцы все. Камиль Гемаздинов, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»